Спасая урожай, аграрий Хакаси круглосуточно трудится на полях, там где позволяет погода. В северных районах ждут, когда сойдет снег и подсохнет земля. Заодно считают ущерб, нанесенный непогодой. Минсельхозе рассказали о сложностях уборочной кампании. Глава хозяйства Михаил Бибов сам за рулем комбайна. Около села Красный Катамар он засеял 750 гектаров. Овес убрали полностью, пшеницу наполовину. А вот гречка вся еще в поле. Бункер полный, 100%. Будем сейчас выгружаться. Работают круглосуточно, каждый погожий день на счету. Все надежды на теплый октябрь. Ну вот эти дождение, через день да каждый день. Ну снег был, он буквально два дня назад тут сошел. Ну выезжаем где-то часов в 11-10, потому что утром влажно. Главное, чтобы дождя не было и все будет нормально. Бийский район в Передовиках. В нем убрано 89% зерновых. В целом по Хакасии около 40%. ЧС из-за снега и заморозков объявили в Ширинском, Орджоникидзовском и Багратском районах. В эти выходные там снова шел дождь со снегом. У аграриев есть ГСМ и техника. Проблема, машины даже кировцы увязают в грязи и не могут проехать на поля. Зерновые придавлены к земле. Естественно, мы все-таки думаем, что площади эти будут убраны. Если в прошлом году у нас даже под снег попало, но по весне эти площади были убраны. Поэтому мы ввели ЧС, потому что знаем, что вот при данной ситуации, при том, что упало, полегла вот так вот зерновые, какая-то часть будет потеря. Страдает и качество. Вместо продовольственного – фуражное зерно. Из-за большой влажности аграрии понесут затраты на сушку. Предварительный ущерб – около 150 миллионов рублей. Пострадавшим фермерам помогут. Комиссия при Минсельхозе Республики на местах оценивает потери, составляет акты, помогает в сборе документов. Прошла встреча в Минсельхозе России. Федеральный центр, естественно, пообещал, есть выделенные деньги в Министерстве сельского хозяйства. При предоставлении документов, при проверке всех подтверждающих фактов будут выделены, сделан расчет, естественно, на эти потери. И будет оказана материальная помощь всем крестьянско-фермерским хозяйствам и сельхозпредприятиям, которые заявятся по линии Министерства сельского хозяйства. А вот по кормам ждут хорошего результата. В избытке заготовлен силос. На несколько тысяч тонн больше заложили сенажа. Есть остатки сена с прошлого года. Глава Республики дал поручение крупным КФХ – помочь с кормами личным подсобным хозяйством. Ольга Барловская, Дмитрий Щеглов, РТС.